Решили поучаствовать в конкурсе с диорамой. Хотели выставить чуть-чуть побольше, конвесии там немножечко еще, но по времени не получилось, работа занимает это время. Сколько времени занимало? Ну, в общем-то, я работал в свободное время, как сказать, покупаются определенные материалы, все это потом с виду сделано, как бы готово быстро, кажется, а по факту, каждая маленькая деталь занимается там 20-30 минут, и вот каждая-каждая-каждая деталь собирает где-то примерно 2-3 недели. Ну, это так вот, если тратить... Самостоятельно что у вас здесь сделано? Сделано все самостоятельно, кроме моделей и фигурок. Фигурки литые заказаны. Да. Ну, материалы, в общем-то, в основном подручные. Пластик, металл, картон, провода. Да, вот, допустим, банально освещение даже вот сделал. Оно с использованием всех запчастей, так сказать, и лампочек, элементов из магазина электроники. Ну, естественно, подбиралось все предельно похоже по размеру. Вот, допустим, лампочку я разбил, сломал одну, решил сделать сзади панель ржавый с разбитой лампой. Ну, все, вход идет, короче, когда это все делаешь, это находится еще. Вот это вот в процессе реставрации модель, но почему бы ее в диораму не поставить, как модель на разборе или на ремонте. Вот старые немецкие модели шапок, они тем примечательные. Они открывашки, как вот говорят, называют. У них капот, крыша, багажник, все-таки открывается. Можно что-нибудь засунуть там. Для диорамы очень удобно. Максимально интерактивно пытался делать это все. Ворота, допустим, открываются, опускаются. Пропорции сохраняете? Пропорции, да, абсолютно все сохранял. Единственное, что я тут привнес, как бы тематика 90-е годы Европа, это автомастерская. С столбами у меня немножко не получилось, там отливки надо было делать, а не потому что бетонные с отверстиями, это было сложно. Ну, я торопился, надо было пока времени успеть. И использовал вариант очень старых столбов, как будто бы они сохранились там с допотопных времен и работают. И как бы можно их использовать. Но с диорамой это еще и изучение того времени. Да, да. Вот это, кстати, очень много сложностей у меня заняло. Находите определенные какие-то вывески тех лет, какие-то плакаты, проспекты, даже просто банальные названия. Ну и плюс приходится переводить, это же Европа, конкретно это Польша. Почему я ищу в Польшу? У меня были несколько моделей, допустим, полицейская модель из Польши, получается. И кое-что готово к наработок было. Соответствовало тематике. А нет, нет, это такая тема. Да. Была бы у меня модель, допустим, полицейская Германия, сделали бы Германию. Но это экспромт, просто экспромт. Закател сделал. В озером, да, мы посадили очень крупного сама. Он ручной, работает, в смысле, из пластилина сделанной. Специально структурный пластилин есть. Вот. Единственный момент, хоть и Европа, но мы сюда закинули бампер от саратовской модели. Немножко его видоизменили. Как будто бы в старое отдающее время кто-то потерял бампер, он там немножечко заржавел. Покрышки там лежат. Именно выбирал старые покрышки, чтобы были. Ну, новые покрышки там не будут лежать. Ну, как-то так. Очень интересная идея есть по себе. Пожалуйста. Спасибо.